Что полезно кушать кормящей маме первый месяц после родов? Данным вопросом задаются практически все мамочки, ведь от питания мамы полностью зависит общее состояние малыша, темпы набора веса, рост и развития. Если кормящая женщина подберет для себя правильный и полезный рацион, то улучшится и ее сон. Любой компонент, который не подойдет организму новорожденного, может обернуться коликами, нарушением сна и метеоризмом. Чтобы у матери новорожденного было более полезное и полноценное молоко, ей необходимо ежедневно употреблять достаточное количество белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. Ежедневно рацион должен вмещать в себя около 20% белков, 60% углеводов и 15% жиров. Обязательным условием для здорового питания является достаточный объем употребляемой жидкости, так как первые полгода кормления у женщины вырабатывается большое количество молока, около 1 литра в день. Основной составляющей полноценного и здорового питания являются супы из разнообразных круп, а также продукты с молочным содержанием. Именно они предоставляют кормящей женщине необходимый объем углеводов, белков и полезных бактерий. За усвояемость продуктов отвечают бактерии, следовательно, у женщины будет более полноценное и полезное молоко. Кисломолочные продукты способствуют насыщению организма кальцием, который полезен не только матери для восстановления организма, но и малышу, который проходит активную фазу роста. В случае, если организму не будет хватать кальция, то источником его потребления в первую очередь станут зубы и кости матери. Чтобы мама потребляла ежедневную норму необходимых полезных веществ, ей требуется употреблять следующие продукты. Животный белок, мясной или рыбный продукт в количестве до 200 граммов в день, творог или сырный продукт в количестве до 200 граммов в день, кисломолочные продукты, ряженка, сыворотка, кефир или йогурт объемом до 1 литра в день, яйца в количестве до 2 штук. Следует отметить, что кормящие маме нужно значительно сократить употребление жареных блюд, следовательно, мясо должно быть отварным и нежирным, желательно пропаренным. Кишечник младенца в первый год его жизни начинает свою активную работу, то есть происходит его заселение необходимыми полезными бактериями. Поэтому может произойти такое, что организм не будет принимать новый продукт, так как количество бактерий недостаточное. В этом случае у ребенка могут проявиться аллергические реакции в виде сыпи, а также несварение пищи, которое будет проявляться в виде коликов и вздутия живота. В течение первых дней после того, как вы стали мамой, лучше всего отказаться от какого-либо мяса. В дальнейшем можно начинать вводить в свое меню, но совсем маленькими порциями, постепенно увеличивая, чтобы немного ускорить процесс приспособления организма к новой еде, можно давать малышу пробиотики, которые содержат в себе полезные бактерии и микроэлементы. Довольно часто кормящие мамы задаются вопросом насчет употребления грибов в первый месяц жизни малыша. Как известно, грибы это продукт, который является растительным белком и довольно быстро усваивается, но их употребление стоит отложить, так как гриб всасывает в себя яд, который совершенно не полезен для здоровья ребенка. Употреблять грибы можно после первого месяца, и исключительно те, которые выросли в домашних условиях и являются экологически чистыми. Грибы, которые растут в экологически грязной местности и вблизи автотрасс, являются в какой-то мере ядовитыми и несут угрозу отравления для мамы, а для малыша и вовсе смертельную угрозу. Что полезно кушать кормящий маме в первый месяц новорожденного? С данным вопросом лучше всего проконсультироваться с консультантами по грудному кормлению и диетологами. Все они твердят, что орехи являются очень полезными, так как они очень легко усваиваются в организме. Орехи очень богаты белком, растительным жиром, микроэлементами и витаминами. Они способны увеличить питательную ценность молока и в то же время препятствуют появлению аллергии у ребенка. Полезно ли кушать кормящей маме в первый месяц новорожденного семечки? Специалисты заверяют, что употреблять их не просто можно, но и нужно в обязательном порядке, так как они очень богаты растительным белком, который способен быстро усвоиться в организме, а также насытить молоко питательной ценностью. Очень важным фактором является то, что семечки не должны содержать в своем составе подсластитель, соль и других компонентов химического характера. Все лишние компоненты могут вызвать у малыша аллергию с высыпаниями, зудом и покраснениями. Кормящая мама должна обязательно включить в свой рацион продукты, которые содержат достаточное количество углеводов. Известно, что они входят в состав хлеба, каш, овощей и фруктов. Очень полезными для кормящих мам являются супы, которые сварены на нежирном отваре из мяса курицы. Стоит отметить, что в течение первой недели супы должны быть приготовлены на воде, так как курица является аллергеном. Чтобы избежать сильных реакций в рацион, мясо птицы вводят постепенно, при этом увеличивая объем с каждым разом. Врачи не советуют кормящим употреблять в пищу сдобную выпечку и кондитерскую, так как в их состав входит разрыхлитель, жир, а также ароматизаторы, которые совершенно не полезны вашему малышу. Они способны вызвать аллергию и расстройство. В пищу можно употреблять обычный белый хлеб, но в умеренном количестве. Следует отметить, что полезно кушать кормящей маме в первый месяц новорожденного фрукты и овощи, но за исключением цитрусовых и экзотических. Всем известно, что основной источник витамин, клетчатки и необходимых ферментов – это фрукты и овощи. Клетчатка обеспечивает организму малыша легкое прохождение кала по своему еще слабому кишечнику, одновременно вбирая в себя токсины. Также клетчатка способна очистить пищеварительный тракт младенца. Как поступить, если овощи и фрукты довольно часто становятся виновниками коликов? Ответ довольно прост. Ведение овощей и фруктов должно быть строго постепенным, изначально совершенно в маленьких количествах. Это позволит вам пронаблюдать реакцию малыша на нововведенный продукт. Например, через одну или две недели мама может попробовать ввести в свой рацион кусочек яблока или груши. Если у ребенка не будет отмечаться аллергическая реакция, то можно смело продолжать увеличивать объем. Если же организм совершенно не будет справляться с овощами или фруктами, то маме нужно будет полностью исключить из своего рациона тот или иной продукт. Что полезно кушать кормящей маме в первый месяц новорожденного? На протяжении первых дней мама может кушать овощи, которые прошли термическую обработку. Например, запеченными или сваренными. Так они сохранят полезные свойства, микроэлементы и витамины, но уменьшат в своем составе негативные ферменты. Таким образом, у малыша не будут отмечаться газообразование и колики. Полезно ли кушать маме в первый месяц бананы и яблоки? Этот вопрос волнует всех мам, так как он совершенно не имеет точного ответа. Изучив множество мнений специалистов, можно сделать вывод, что восприятие данных фруктов является индивидуальным. Бананы и яблоки внесены в список аллергенов, но и полностью отказываться от их потребления не стоит. Кормящая мама может попробовать ввести в свой рацион небольшое количество яблока или банана по отдельности, чтобы в случае возникновения аллергии определить, от какого именно фрукта она возникла. Если аллергия не отмечается, то количество можно постепенно увеличивать. Стоит обратить внимание на сорт яблок. Не стоит в первое время употреблять сладкие, кислые и красные яблоки. Данные сорта способны повышать уровень сахара в крови и уровень кислотности, что совершенно неблагоприятно для организма младенца. Также яблоки способны очищать организм, кормящий от нежелательных токсинов. Но такая очистка плохо сказывается на малыше, ведь они могут попадать в молоко. Яблоки очень полезны для матери и ребенка в запеченном виде. Так они избавят вас от вздутий и газообразований. Следует обратить внимание на потребление гороха и капусты. Диетологи советуют максимально ограничить рацион мамы от таких продуктов, так как они вызывают вздутие. Данный процесс может происходить и в организме малыша, вследствие которого у малыша появляются боли в области животика и нарушается сон. В случае появления коликов у малыша вы можете воспользоваться народными средствами, а именно легким отваром ромашки или укропа. Они помогут малышу вывести из организма газы в безболезненной форме. Полезно ли кушать кормящей маме в первый месяц сухофрукты? К данному вопросу необходимо подходить с осторожностью. В настоящее время на прилавках в магазине появляются сухофрукты, которые имеют неестественный внешний вид, то есть они были подвержены какой-либо химической обработке. Следовательно, данный продукт нежелателен в рационе кормящей мамы. Если вы очень любите сухофрукты, то лучше отдать предпочтение тем, которые были приготовлены в домашних условиях. Ими могут быть яблоки, сливы или груши. Кормящей маме можно с осторожностью употреблять следующие фрукты. Яблоки. Запеченные можно кушать с первых дней, а сырые в том случае, если у малыша нет склонности к газообразованием и коликам. Груши. При отсутствии аллергии и коликов. Дыни и арбузы без нитратов, исключительно домашнего выращивания. Бананы. При нормальной реакции организма ребенка. Не следует употреблять следующие фрукты. Виноград способен вызвать у ребенка диарею. Сливы. Цитрусовая слишком высока вероятность аллергической реакции. Манго, киви, хорма. Употребление искусственных витаминов. Их польза и вред. Что полезно кушать кормящей маме в первый месяц новорожденного и свежих овощей и фруктов, мы уже разобрались. Поэтому следует обратить внимание на искусственные витамины. Прибегнуть к потреблению искусственных источников витаминов придется в том случае, если организм малыша не воспринимает овощи и фрукты в свежем виде. Данный вариант совершенно неизбежен, так как ребенок должен получать все необходимые витамины и элементы для полноценного здорового развития. Очень важным аспектом является правильный подбор витаминного комплекса. Он не должен вызывать у младенца никаких аллергических реакций. Не обращайте внимания на те комплексы, которые активно рекламируются на телевидении или в интернете, так как именно реклама должна вызвать у родителей осторожность, ведь по-настоящему полезный комплекс не требует столь активной рекламной деятельности. Стоит отдать предпочтение отечественным производителям. Кормящей маме стоит обратить внимание на ряд продуктов, которые не рекомендуются к применению. Продукты, в состав которых входят консерванты и красители, колбаса, консервы, плавленый сыр, майонез, кетчуп и фастфуд. Сладости кондитерского происхождения, торт, мороженое, сдобная выпечка. Не рекомендованы они к применению, так как в их состав входит приличное количество сахара, пальмового жира и кондитерского масла, а также из-за того, что в их составе отмечаются разрыхлитель и усилитель вкуса. Шоколад, так как он вызывает аллергию у ребенка. Наверное, вы уже поняли, что чем меньше ребеночек, тем больше ограничений присутствуют в рационе кормящей мамы. Так как с развитием ребенка в его организме увеличивается количество ферментов, то постепенно пропадают аллергические реакции. Субтитры создавал DimaTorzok